Доброе утро. Я сегодня утром расскажу вам о меланоме, о эпидемиологии. Меланома, в общем-то, это заболевание, которое известно по всему миру, но в России также мы знаем сегодня, что эпидемиология достаточно большая, с разнообразными вариациями этого заболевания в зависимости от излучения спектра солнечных лучей. Вот на этом слайде я показываю вам содержание своего доклада. Прежде всего, я буду говорить об эпидемиологии. Прежде всего, эта эпидемиология – это часть, в принципе, эпидемиологии рака кожи. И я также покажу вам некоторые данные по ситуации в России, потому что включено, по крайней мере, международный регистр. Я, конечно же, расскажу вам о профилактике, о том, что профилактика является крайне важным моментом. И я буду также говорить о будущем. И, на самом деле, я очень многие данные взял у своих коллег и буду рассказывать вам о том, почему будущее для нас все еще с вопросительным знаком, на самом деле, потому что эпидемиология, продолжается. Спасибо. Шоя, вот переводчик оглох теперь. Итак, вот это слайд, который я позаимствовала у своих коллег из Нидерландов, из своей собственной страны. В большинстве стран, по большому счету, у нас есть подобные графики, вы видите, которые сводят все типы рака в одной, как бы, такой диаграмме. Вы видите, что рак кожи является большой частью эпидемиологии с точки зрения цифр. И вы также видите здесь, что базально-клеточная карцинома. Когда мы не говорим, в общем, мы от нее не умираем, но тем не менее, она занимает огромное количество. Меланома находится вот здесь. Видите, вот эта часть, которую она занимает среди всех онкологических заболеваний кожи. И поскольку, когда мы начинаем говорить о раннем выявлении, например, мы, конечно же, не смотрим на один тип рака, мы смотрим на все виды рака, но вот это рак кожи в Нидерландах, посмотрите, 70% это базально-клеточная карцинома, 20% это плоскоклеточная карцинома, и около 10% это меланома. И это приблизительное распределение, которое очень похоже на то, что происходит во многих странах. Метастазы. Вот здесь небольшое количество, так скажем, процентов метастазирования. В зависимости от инцидентности 15-25% приблизительно могут давать метастазы. И приблизительный возраст диагностики это 70-70 лет. То есть это более старшая возрастная группа, но, безусловно, разнообразные вариации возможностей. Мы будем с вами говорить в основном о меланоме, и будут сегодня многие другие докладчики говорить многое, и рассказывать вам многое о меланомном раке. Если вы посмотрите на график по Нидерландам, то очень интересно то, что... Вот Нидерланды где-то находятся между Англией и Германией, между Скандинавией и Францией. По количеству заболеваемости. Мы на севере, на самом деле, ближе к Скандинавской Европе, а на юге мы ближе к Франции. И посерединке мы где-то похожи на Германию или Англию с точки зрения заболеваемости. Цифр по заболеваемости. Если мы посмотрим на меланому, вы видите, здесь определенные тенденции по встречаемости. Вот здесь у нас мужчины, а вот это смертность, тенденция. Вот это женщины и опять-таки смертность. Вы четко можете увидеть, что здесь что-то происходит, что-то не так на этом графике. У мужчин у нас здесь гораздо меньше частота, но это более частые летальные исходы. И я вернусь к этому, на самом деле, чуть позже. Скорее всего, здесь у нас две эпидемии, которые на данный момент протекают. Или даже больше, это не одна. Вот эта ситуация за последние 20 лет, с тех пор, как мы запустили национальный регистр в Нидерландах. Следующий слайд показывает вам то, что мы видим разнообразное течение эпидемии. На нее сильно разнятся среди мужского и женского населения. У мужчин здесь у нас гораздо больше подъем, более резкий подъем в летальности. Посмотрите, это действительно серьезный подъем за 20 лет. С 2,5 до 3,5 на 100 тысяч населения. У женщин, в общем-то, смертность здесь тоже повышалась какое-то время назад, но потом она стала спускаться. Гораздо выше у нас здесь надулярная меланома среди мужчин. И на туловище, спине и на плечах у мужчины локализуется этот рак. У женщин это более, так скажем, поверхностное распределение. И, как правило, это ноги. Локализация на ногах или предплечьях. Если вы посмотрите на инцидентность и летальность, то новые случаи... Здесь у нас повышение от 3,5 до 7 за последние 10 лет. И вы видите, что действительно разница огромная. Итак, как обычно, в эпидемиологии онкологических заболеваний, несмотря на то, что вы знаете даже причины, это многофакторное, так скажем, заболевание по идеологии. Очень часто это приводит к определенным замешательствам. Потому что, несмотря на то, что проходило большое количество исследований за последние десятилетия, потому что эпидемиология росла, особенно в таких странах, как Австралия, в Скандинавской Европе и в других странах Европы. И, безусловно, есть уже какие-то вещи, которые мы определили для себя. Например, ультрафиолетовое излучение спектра B и ультрафиолетовое излучение спектра A играют большую роль. Затем генетика, тип кожи, люди светлокожие, с очень светлыми волосами, с рыжими волосами, например, они гораздо больше страдают. Затем очень важна дозировка, загара, так скажем. И чем больше поверхность вашего тела, чем больше размер, тем больше шанс у вас получить подобное заболевание. Роль затем, так скажем, не хронической инсоляции, а инсоляции перемежающейся, так скажем, также была изучена и определена. Те люди, которые время от времени загорают на короткий период, ездят, так скажем, в отпуск, получают солнечные ожоги. Они гораздо в более высокой группе риска. И также получение солнечных ожогов в очень раннем возрасте, то есть маленькие детки. И люди, которые эмигрируют в другой климат с точки зрения инсоляции, например, в Австралию, люди отправлялись или в средиземноморский климат. И затем разнообразные, так скажем, отпуска в субтропиках также играют огромную роль в эпидемиологии. И также неадекватная, так скажем, защита, неадекватное использование, неадекватная защита солнечных покровов, неадекватное использование солнцезащитных средств. Молодые женщины, они также ходят в солярии. Я не видел здесь, в Санкт-Петербурге, таких женщин, которые совершенно черным цветом окрашены из-за того, что они ходят в солярии. Но на самом деле такие женщины, скорее всего, здесь живут, и очень часто вы их можете встретить в Европе. В Нидерландах сегодня у нас просто государственная программа предупреждения. Люди до 18 лет просто не допускаются в солярии. На государственном уровне у нас подобная контроль. Но существует и много противоречий, так скажем, с точки зрения, например, определения ультрафиолетового излучения. Как правило, это те факторы, которые сами по себе, то есть их риск, так скажем, или риск ульт, очень относителен. Потому что, например, люди могут купаться в загрязненной воде, затем происходит инсоляция вот на эту грязную, как бы на грязный кожный покров. И вот здесь у нас затем иммунная система, эстрогены, например, могут играть серьезную роль. Ожирение. Еще один момент. Это было описано только у мужчин взаимосвязь, не у женщин на самом деле. Только мужчины имеют эту взаимосвязь между развитием рака кожи и ожирением. И затем те, кто работают в помещении, у них недостаточная инсоляция в течение дня. И потом они получают, так скажем, перемежающую временную инсоляцию. То есть есть очень много, на самом деле, вещей, которые сбивают с толку на данный момент. Но по большому счету, вот самое главное, это вот эта перемежающаяся инсоляция, такая временная, кратковременная инсоляция, которая действительно уже доказана имеет определенную роль. И есть также теория о том, что инсоляция в раннем детском возрасте, с одной стороны, важна с точки зрения получения витамина D, с другой стороны, чрезмерная или перемежающаяся кратковременная инсоляция. Это очень плохо. Было исследование среди популяции иммигрантов. Затем ожоги кожные действительно влияют очень серьезно, особенно в детском возрасте. Это все известно как прогностические факторы, на самом деле, развития меланомы у женщин, например. Если меланома у женщин, то лучше прогноз. Если вы... Клинически это очень интересное явление, на самом деле, то, что прогноз у женщин лучше. И, как обычно в исследовании, есть определенные, так скажем, каузальные ассоциации. И мы прекрасно знаем, что это, в общем, такая несколько странная теория, но это часто то, что происходит при меланоме. То есть, это, так скажем, такая ненормальная, смешная ассоциация, но, тем не менее, вот это глобальное потепление. Считается тоже, что у него есть определенная взаимосвязь с развитием меланомного рака. Забавная теория, но, тем не менее, такая теория существует. Вот исследователь Отьер, который проводил большое количество исследований за последние десятилетия, в некоторых из них я тоже участвовала, он обнаружил, что сама защита от ультрафиолетового спектра может быть, на самом деле, очень опасной. Потому что вам кажется, на самом деле, что вы защищены, на самом деле, вы недостаточно защищены. Если недостаточная защита от спектра, то в этом случае кожа действительно поражается. Ариэль, например, и разные другие фирмы зачастую дают недостаточное качество защиты от ультрафиолетового спектра. Это очень важно, на самом деле, для детей, потому что вам кажется, что вы детей защитили, они находятся у вас на солнце, при этом их кожа может действительно пострадать. Существует разнообразная защита, это 30+, обычно говорят, что этого достаточно, потому что дети, как правило, не очень долго на солнце играют, если ее нехорошо, достаточно хорошо нанесли. Если вы ее не обновляете в течение дня, то дети находятся все равно в ситуации опасности. Если, например, ваши походы в солярий становятся уже настоящим, если вы этим злоупотребляете, если это начинается настоящим грехом, так скажем, то, безусловно, у вас могут возникнуть ситуации, связанные с злокачественным поражением кожи. И поэтому нужно помнить о ряде аспектов, в том числе возраст, имеет большое значение. И в Нидерландах мы это наблюдали. Иногда поражает, как люди себя глупо ведут. Вот это тоже сумасшедший способ защиты от солнца. Как вы можете увидеть, если эти женщины думают, что они себя защитили в определенных местах от меланомы, то в других отнюдь нет. Эпидемиологические исследования – это непростое дело. Тенденции меняются, теории меняются. Мы по-разному смотрим на вещи. Мы не можем зачастую проводить эксперименты на людях. Интересные миграционные исследования. Мы смотрели и обслеживали, например, голландцев старшего поколения в Индонезии, анализировали их ситуацию. Подобные со шотландцами проводились. И у нас всегда есть какие-то личные обстоятельства, по которым мы, например, боимся врачу сказать правду. То есть есть такие ошибки и отклонения в статистике, которые вызваны совершенно разными обстоятельствами. И модели на животных тоже в этом смысле, в этом контексте трудно проводить. То есть много очень противоречивых. Итак, две эпидемии, собственно говоря, о которых мы можем говорить. Одна связана с облучением ультрафиолетом. И это касается, прежде всего, чувствительных людей. Это может привести к летальной надулярной меланоме. И здесь мы говорим о нерегулярности, о больших невусах. И, например, у детей, которые есть, они могут выступать промоутерами дальнейшего развития злокачественных. Меланом, ожоги и слабая иммунная система. У мужчин, например, это тоже может привести к развитию злокачественной меланомы. Также UVA. И в течение жизни воздействие их достаточно долгое время. Зачастую краны не спасают. С этим может быть связана поверхностно распределенная меланома. И она может расти медленно и потом давать метастазы. Я хочу вам показать российские данные, которые я получил у профессора Шбилы в петербургский регистр. Я не уверен, насколько релевантны эти данные из Петербурга для всей России. Но, тем не менее, я мог оценить общую картину. Что я здесь увидел? Частота или инцидентность, как сейчас говорит, вот здесь она. Давайте посмотрим на эти цифры. Это общее число новых случаев меланомов и количество смертей в 2001, 2010, 2013. И вы видите здесь явный рост. И особенно сильный по сравнению со смертностью именно цифры растут, инцидентность. К счастью, инцидентность дает более высокий инкремент, чем смертность. И вы видите, что у мужчин тенденция вверх идет, и у женщин. И также, посмотрите, вот здесь есть некоторый уход вниз. И для мужчин постепенно вверх. И смертность у женщин опять же понижается. Если статистика правильная, цифры, которые отражают смертность среди женщин. Вот это картина. И уровни на самом деле ниже, чем в Нидерландах. И тенденция, но тенденция более или менее такая же. Итак, мои комментарии. Если, опять же, данные правильны. Я не сам их собирал. И я знаю, что трудно иногда полные данные собрать, полную статистику. И вот в Петербурге 5% всех случаев в России меланомы на Санкт-Петербург приходится. Это небольшая часть. Но кажется, что это отражает по тенденции то, что происходит более или менее в Европе. И, опять же, более положительный прогноз для мужчин, чем для женщин. А вот это может быть не совсем типичным для остальных частей мира. И вот что важно. Опять же, профилактика остается крайне важной. Вот видите, здесь никто не защищен. А это июнь. Люди еще не успели забронзовить. Но, может быть, вот такие картинки, информация все-таки заставит их с осторожностью относиться в будущем к такому загоранию. И их мы видим на картинке, пока ничего не останавливается. Вот здесь некоторые детишки одеты. Это уже немножко получше. Вот посмотрите сюда. Вот здесь нужно быть осторожным, потому что ультрафиолетовые лучи в этом начале лета нужно загорать очень постепенно, потому что тело и кожа еще не привыкли к лучам. Ну, хоть какая-то защита – это лучше, чем ничего. Было ли, люди спрашивают, по-другому в прошлом? Может быть, была другая ситуация, климатическая и так далее. Это интересная тема для анализа. И мы все равно оптимистичны относительно будущего. Недавно появились публикации, несколько недель назад, очень интересные. В этой публикации анализируется смертность от Меланула, потому что это диспект самый важный. Это то, что нас тревожит больше всего. Автор посмотрел на специфическую картину по смертности для возраста, для разных возрастных групп. И вы видите разные категории. Зеленые на ложе 50, потом 50 до 70, и третья группа 70+. И что автор увидел во многих-многих странах. И что, так или иначе, тенденция идет вверх. Смертность увеличится, особенно у среди мужчин по сравнению с женщиной. Но вы видите, вот здесь есть выход на плато, а вот здесь падение в молодом возрасте. И это мы наблюдаем почти во всех странах мира, в которых мы собирали данные. Автор проанализирует когорты от рождения, потому что это индикатор, такие когорты того, как вели себя родители, скажем так. Интересно было посмотреть, как изменения стиля жизни, уровня образования могут влиять и так далее. И проанализировав все паттерны смертности, автор пришел к выводу, что мы можем ожидать, в общем, теоретически конца эпидемии, обеспечивая лучшую защиту. И видно сейчас, что в странах во всех молодые лучше защищены и защищаются по сравнению с теми, кто, по сравнению с предыдущими поколениями, чем раньше. Вот так называется эта статья, на которую я ссылался. Это Филипп, Отье, Алис, Коэклина. Это на самом деле команда авторов, вот только свежая вышедшая статья. И вы видели уже эти графики, это характерно для всего мира, и только одна иллюстрация из Центральной Европы. Вы видите то же самое. Вот это взятое из Центральной Европы, статистики по Центральной Европе. И страны Центральной Европы, которые граничат с Россией, кстати, демонстрируют такой же паттерн. Это вот этот анализ когорт, принадлежащих к одному и тому же году рождения относительно, годам примерно. То есть смотрится, осматривается, когда родился человек. Ну, смотрится в какой стране. Ну, вот здесь нет этой остроты. Я просто не вижу. Вот видите, я не вижу. Я знаю, что в 35-м, вот в 35-й год должен быть где-то здесь. Вы видите, что смертность среди мужчин выше, чем среди женщин. И вот здесь достигается максимум где-то. А зачем? Начинает выход на плато. Вот. Эта картина характерная для Севера Европы, для скандинавских стран. Вот это... Итак, автор взял 1935-й год. Тех, кто родился. Их может быть 75 лет теперь. К 70 или даже к 80 ближе. И кажется, что если вы берете весь мир и смотрите, оцениваете относительный риск, например, один, он равен единице. И если они родились люди до 35-го, этот риск был гораздо меньше. И потом тоже меньше он был. Это пик. Некоторый пик зафиксирован. И автор получил такой график и предположил, что получение Солнца в раннем возрасте в этом поколении дало такую картину. И это даже больше видно среди мужчин, чем для женщин. И вот это изображение всех регионов в мире, от Океании до Северной Америки, Южная Европа, Северная и так далее. И у некоторых немножко позже достигли пика. У Северной Европы еще не достигли. Но кажется, что тенденция дальше следующая показывает снижение. То есть смертность от меланобы в молодом поколении идет вниз. И заключение такое. В более молодом поколении, которые родились после 35-го года, они, видимо, меньше подвергались воздействию к тессивному ультрафиолету, потому что мудрее становились родители. Были компании, которые проходили и проходят. И была реакция. Дело в том, что предыдущие поколения приходили в одежде на пляже. Потом, когда они начали, так сказать, раздеваться на пляже, были ожоги, была реакция. В населении это не очень нравилось им, поэтому они были более осторожны в случае детей. Итак, ультрафиолет и воздействие ультрафиолета продолжается. Мы не можем... Но, несмотря на то, что мы как-то защищены, все равно лучи есть. Еще существует доброкачественная меланома. И здесь тоже высокая частота. Но здесь другие показания по выживаемости. В данный момент идут дискуссии по скринингу, нужен он или не нужен, потому что все-таки смертность пока еще идет вверх. Из-за мирономы и в США и Германии идут дебаты. Кто-то говорит, зачем скрининг, смертность идет вверх. Ранее выявление не такое агрессивное заболевание, меньше можно применять системное лечение, пока опухоль отличается определенными параметрами и качествами. Но кто-то говорит, что все равно это может снизить смерть ненамного. Кто-то говорит, что все равно может у женщин снизить и в молодом поколении такой скрининг. С другой стороны, как бы у молодых он и так идет вниз. То есть она очень вариабельна, меланома. Что это бесконечная дискуссия по скринингу, которая определяется самой меланомой, ее особенностями. И последняя, одна также из последних публикаций, эпидемия меланомы среди людей в Англии, где они говорят о... Речь идет о том, что население должно быть просвещено. 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 И, может быть, в Англии изменения. Традиционная картина также связана с тем, что больше солнечных дней. И в Санкт-Петербурге здесь белые ночи, очень длинные дни сейчас. И я думаю, что нужно проводить день осознанности, как теперь они делают в Британии в середине лета. И, может быть, нам не нужно ходить настолько открытыми, настолько с таким небольшим количеством одежды, как мы любим это делать в Нидерландах. И вот я эту картину для вас нашел. Все-таки надо закрываться. Это совершенно замечательно. Вот эта картинка, она опасна только, может быть, для встречной машины. И вот на этом защищайте себя, и тогда вы можете вести активный, здоровый образ жизни на природе. И это будет не опасно. Только соблюдайте правила дорожного движения. Вопрос не в микрофон, к сожалению, задается, поэтому мы не можем его перевести. Вы назвали главные причины меланомы, ультрафиолетовые лучи. Есть ли у вас информация, касающаяся повреждения первичного нервуса, нервуса, который потом развивается в злокачественные процессы. То есть первичный нервус, он поврежден. Может ли это, это тоже же может вызвать меланому. Это важная причина. Может быть, это важнее, чем последствия плавания в загрязненной воде. Может быть, это не так. Не в микрофон. Купание в загрязненной воде – это не очень вероятная причина, часто вероятная причина. Нет. На этот аргумент ссылаются компании, которым интересно кое-что продать на рынке, как в Philips, например. Поэтому они говорят об этом. Но вы никогда не знаете, когда речь идет о химикатах. Может быть, поврежденная кожа, когда вы там купаете и так далее. Ранние повреждения кожи. Невуса. Да, это... Вы хотите знать механизм? Долгое время иммунная система, в общем, держит все по контролю. Может быть, если сопутствует такое повреждение, нарушение на уровне иммунной системы, да, тут больше вероятности для меланомы развиться. Продолжение следует...